Приветствуем всех на конференции. Я долго размышляла, как нам подать лучший материал, и в итоге всё-таки без эргономики, без понимания каких-то особенностей каждой группы инвалидов, собственно, да, потому что это самая сложная для нас группа адаптация, сложно будет сделать что-то выдающееся. Поэтому, чтобы не повторять каких-то принятых решений, я предлагаю сегодня разобраться в том, что может дать нам вот изюминку в наших проектах, на какие элементы нам следует сделать акценты, и поэтому посмотрим всё-таки это с точки зрения эргономики. Итак, эргономика – это у нас, собственно, основа универсального дизайна, потому что она использует, во-первых, методы и рассматривает элементы вообще из различных областей знаний. Поэтому вот в 59-м своде правил, да, обратите внимание, СП 59, 13, 330, и последние четыре цифры – это, собственно, год. Год у нас может меняться, но вот на сегодняшний день последний действующий – это в 2020 году был свод правил разработан. И я привожу примеры. то, что у нас пункты, примеры пунктов. Поэтому кому важны вот эти моменты, чтобы можно было вернуться и там в своде правил уточнить формулировки, можете это брать на вооружение. Итак, еще привожу тут список различных ГОСТов, которые упоминаются, ну, которые связаны с эргономикой и где можно посмотреть разные моменты для формирования, в том числе, потребностей пожилых людей-инвалидов. И обращаю ваше внимание на вот этот ГОСТ 2680-0, где прописано, что у нас целевая совокупность, которую мы рассматриваем, очень разнообразна. И люди отличаются своими физическими размерами, биомеханическими, сенсорными и когнитивными возможностями. Вот знаете, когда мы в архитектуре делаем адаптивные какие-то вещи, мы про когнитивные функции человека часто упускаем. Я хочу обратить ваше внимание на важность этого момента, потому что, вот посмотрите, фотография, да, люди на вокзале. И это вот обычные люди, не имеющие инвалидность, ну, визуально, по крайней мере, мы не видим. Но вот в таких ситуациях люди находятся в стрессе. А когда человек в стрессе, то психологи это однозначно отмечают, что у нас когнитивное восприятие окружающей среды очень сильно падает. Поэтому, вот обратите внимание на другую фотографию, она такая, да, радостная, светлая. У нас пара взрослых людей с детьми гуляет. Но наличие в семье ребёнка приводит в стресс взрослых людей. А если у нас ещё ребёнок инвалид, это очень сильный стресс, как бы человеческая психика не адаптировалась к нему. И, соответственно, мы помним, в стрессе когнитивные функции человека снижаются. Вот это нам всё даёт такую почву к размышлению. А как же мы должны адаптировать окружающую среду? Когда когнитивные функции человека снижены, помните, мы на прошлой лекции говорили, что для инвалидов необходимо несколько сигнальных систем, чтобы они могли принять решение. Так вот, по сути дела, получается, что, собственно, для очень большого числа людей требуется несколько сигнальных систем, чтобы объективно воспринимать окружающую среду и принимать решение на основе верной информации. Вот здесь вот ещё несколько таких важных определений. Я хочу, чтобы мы с вами всё-таки определились с терминологией, потому что по вопросам, которые нам задают, немножко плаваем мы в терминах. Итак, доступность. Вот обратите внимание, что это свойство. И свойство чего, да? Ну, любых систем, услуг или среды, или сооружений, которые мы с вами проектируем. И важно его свойство, что всё это может быть использовано людьми с самым широким диапазоном возможностей. Вот это, собственно, доступность. Про это мы и говорили на прошлой лекции, но и сейчас я хочу на это обратить ваше внимание. И доступность, она, собственно, не требует каких-то дополнительных элементов адаптации, если у нас всё выдержано и не конфликтуют наши решения, да? То есть разные целевые аудитории могут пользоваться тем, что мы предлагаем. А среда – это, собственно, факторы, воздействующие на одного или большее количество людей. Ну, также у нас тут важный термин – это усталость, потому что нам с вами, проектируя безбарьерную среду, необходимо минимизировать. То есть полностью исключить усталость мы, естественно, не сможем. Человек двигается и устает, но мы должны предусматривать с вами вовремя зоны, так сказать, отдыха, да, и разгрузки. И вот обратите внимание, да, что такое маломобильная группа населения, МГЭ. Вот давайте ещё раз на этот термин как бы, да, посмотрим. Во-первых, это люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, при получении услуги, информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь вот много кого отнесли. Ну, безусловно, инвалиды относятся, да, то есть инвалиды – это небольшая, это узкая часть, которая входит в группу МГЭ. Ну, и дальше идут перечисления. Обратите внимание, что в конце ИДД, то есть здесь не все далеко перечислены. И, соответственно, ну, эта группа очень широка. И вот здесь я специально выделила в рамку, не стала писать фамилию. Собственно, руководитель архитектурной мастерской высказалось, что строительные нормы для инвалидов, но нет строительных норм для пожилых. Ну, вот это вот очень странное высказывание, и это заблуждение, оно, скажем так, широко, ну, как бы сейчас меньше, но некоторое время назад это вообще было очень широко распространено, к сожалению, среди архитекторов и дизайнеров, которые работают, собственно, над адаптацией среды. И вот можно спорить по цифрам, но у нас к маломобильным группам вообще в среднем в любой стране к маломобильной группе относятся не менее 30% населения. В скандинавских странах эта цифра доходит до 70% на сегодняшний день, потому что это одна из самых стремительно стареющих территорий. И вот тут я сейчас хочу задать вам вопрос, вот глядя на те фотографии, которые тут иллюстрируют, скажите, пожалуйста, как вы считаете, сколько времени среднестатистический человек проводит в группе маломобильного человека? Предположения есть? Ну, а сон, когда мы спим, это же мы тоже в группе маломобильного человека, правильно? Значит, 8 часов сна плюс сидение за компьютером, ну, минимум 16 часов, наверное. Так, а если в процентах? В процентах 70-80. Вот, да, вы знаете, тут вы вот попали прямо в точку, в Финляндии как раз было исследование, и там их специалисты посчитали, что вот смотрите, мы выходим в городскую среду, у нас наушники, все, мы с вами можем относиться к группе слабослышащих. Мы накинули капюшон на голову, у нас угол обзора очень уменьшился. Соответственно, мы к слабовидящим можем относиться. Как только у нас на ногах любое средство, да, там передвижение ролики, коньки, мы также сразу относимся к маломобильной группе. Если мы идем по улице с вами и залипли в гаджетах, ну, однозначно наше внимание не на окружающей среде, и мы, как бы, наше внимание рассеянно, мы в группе маломобильных, да, не менее 80%. И еще при этом мы с вами не считаем, что когда родились дети, в семье ребенок, вся семья относится к группе маломобильных, когда выходит гулять, когда идет там в поликлинику, по каким-то делам с ребенком, да. Как только мы с престарелыми родителями выходим в городскую среду, мы тоже попадаем вместе с ними к маломобильной группе, потому что мы же их не оставим, мы вместе двигаемся в объеме среды. Поэтому эта группа очень многочисленная, и наша адаптация, то, что мы делаем, мы с вами должны ориентироваться точечно на самые сложные случаи, но понимать, что все это мы делаем для, ну, собственно, всех, кто находится вокруг, потому что в разный промежуток времени человек попадает в группу маломобильных. Вы можете слышать, что у нас есть группа инвалидности, первая, вторая, третья группа. Вот когда мы с вами работаем над проектом архитектурным, для нас что важно, что треть, значит, способность к самообслуживанию, самостоятельное передвижение, трудоспособность. Вот три важных момента, когда рассматриваем мы, что делаем для адаптации. Третья группа, она самая легкая. Это, собственно, люди, которые у нас трудятся и способны самостоятельно передвигаться, себя обслуживать. Вторая группа, она может передвигаться и самостоятельно, а может не самостоятельно передвигаться. Она пограничная. А первая группа самая сложная. Вот везде требуется помощь и в передвижении, и в обслуживании, и она нетрудоспособна. Но вот основной документ, на который мы опираемся при создании доступной среды, это, повторяюсь, свод правил 59.13.330. И на сегодняшний день 2020, да, повторяю, это год, когда документ подвергался пересмотру, полностью новый состав, может быть, разных разделов. И вот в этом документе вы встретите такое понятие, как группы мобильности. И вот их у нас на сегодняшний день четыре. Таких, которые вот такие типичные, да, М1, это люди, которые, обратите внимание, не имеют инвалидности, но их мобильность снижена. Во-первых, это старший возраст, дошкольный возраст, люди с детьми дошкольного возраста, это о чём мы с вами уже говорили, да, что как ребёнок появился в семье, так вся семья становится маломобильной, выходя на улицу с ребёнком. Беременные женщины, и сюда же относятся глухие и слабослышащие, потому что они, собственно, могут передвигаться, и любые пути им доступны, но у них снижена способность воспринимать информацию, да, то есть им нужны специальные моменты, какие-то мы должны обеспечить. К группе мобильности М2 относятся инвалиды с нарушением зрения, которые пользуются белой тростью. Как только человек взял в руки белую трость, мы сразу понимаем, что его восприятие через зрение очень сильно снижено, то есть трость – это как ещё один элемент осматривания окружающей среды. М3 – это инвалиды, которые пользуются при движении дополнительными опорами, да, то есть те, кого мы классически называем опорниками на костылях, ходят с помощью трости, опираются, да, могут быть различные ралаторы, помогающие передвигаться, и в том числе, обращаем внимание, инвалиды на протезах, потому что их мобильность тоже снижена достаточно сильно. группа М4 – это те, кто не относятся к М2, и те, кто передвигаются на креслах-колясках. Но при этом у нас ещё есть группы мобильности, не мобильные люди, не транспортабельные, и люди с ограниченной степенью свободы. Они вот в целях работы над конкурсным проектом, над конкурсным проектом, мы меньше всего на это смотрим, потому что тут очень большая специфика и другие элементы мы должны предусматривать. Вот эти группы мобильности, они нужны, важны очень нам, когда мы рассматриваем пути эвакуации и расчёт пути эвакуации. Возвращаясь вот к тем группам, которые нас сейчас в нашем фокусе внимания. Значит, инвалиды на кресле-коляске. С точки зрения архитектурной адаптации это одна из самых сложных позиций для нас. И, собственно, вся она завязана, эта адаптация, на параметры кресла-коляски. Вот здесь, обратите внимание вот на эту схемку. Когда у нас человек стоит, у него зоны досягаемости совершенно другие, чем когда человек сидит на коляске. И вот здесь типичные такие ошибки, когда мы видим красивые проекты, адаптированные якобы для всех групп населения. Вот, например, вот такое сидение, однозначно, да, такой диван. Мы помним, присесть на любую поверхность, ну, как бы мы можем, а вот встать, это всегда большие затраты, большая сложность. И вот с такого мягкого дивана очень сложно будет встать. Обратите внимание, вот тут вот справа вешалка, да, она тоже была поставлена в адаптивной раздевалке, но здесь совершенно не предусмотрена возможность пользоваться ей инвалидами на кресле-коляске. И вот дальше я хочу вам показать. Вы колясочников наверняка видели очень разных. Одни могут самостоятельно по лестнице передвигаться на кресле-коляске, спокойно поднимают с полок какие-то предметы, а другие не могут удержать в руках стакан с водой, стакан с чаем. Почему они такие разные? Мы с вами должны помнить, что колясочники делятся на две больших группы на шейников и спинальников. Это зависит от того, в каком отделе у нас идут нарушения в позвоночнике. Чем шейники для нас намного сложнее, потому что высокие повреждения, вот обратите внимание, здесь схема очень ярко показывает, красным заштрихованы те области тела, которые нерабочие либо слаборабочие. И у шейников у нас с вами задействованы руки. Руки и полностью спина. Мы сразу как только понимаем, что перед нами шейник, то должны понимать, что руками он поднять выше, дотянуться куда-то выше, чем уровень его плеч, практически ему нереально. Силы в руках нет. Соответственно, вот для шейников зоны досягаемости это вот крайне важная позиция, которую мы должны отыграть очень хорошо в проекте, на объектах. Спинальники это как раз те активные колясочники, которых мы можем видеть. У них повреждения, вот видим, красным закрашенное тело, не затрагивают руки, силы. Все повреждено, все тело не движется. Это помните историю про самолет? Ну вот, да, совершенно верно. Поэтому мы, я хочу, чтобы вы понимали, что если человек на кресле-коляске, то здесь у нас тоже есть нюансы, и эти нюансы нам с вами как раз важны для адаптации среды. Вот, возвращаясь к шейникам, посмотрите, шейник очень часто не может взяться за круглый поручень, как это ни странно. Обращаю ваше внимание вот на правую схему, круглые элементы, они категорически запрещены. Ну, во-первых, круглые элементы недоступны, если у нас люди с протезами рук, с протезами кистей, и для многих шейников взяться за круглый элемент тоже не представляется возможным. Обращаю ваше внимание, как люди пользуются дверными ручками и рычажными элементами. И вспомните, как мы это с вами делаем, как вы это делаете. Это очень разные моменты, и поэтому у нас сразу начинаются быть важными различные отступы, доступы, и почему это все так прописывается подробно в нормах. Вот именно из-за этих моментов, когда мы с вами с этим близко не сталкиваемся, оно, может быть, и даже не приходит мысль в голову, что с этим могут быть сложности. Извините за вопрос, а разве уборных для инвалидов там не делают круглые поручни, за которые они держатся? Круглые поручни делают, и на сегодняшний день это считается оптимальной эргономией, мы там чуть позже посмотрим с вами на формы поручней, но я обращаю внимание, что не все, вот далеко не все колясочники смогут взяться за круглый поручень, там они опираются очень часто предплечьем, и вот знаете, тут такой момент, у нас сейчас запрещено, ну как бы идет на импортозамещение уже давно, направление, но вот импортные поручни для инвалидов, они как раз были с покрытием из эластомеров, и как раз финские исследования, они показывали, что если поручень просто металлический, то когда человек предплечьем, вот колясочники, они опираются, опору ищут, то у них остаются синяки, а если сделать покрытие, ну там, пластик, эластомер, более мягко, чем металл, то синяков меньше, ну вот это тоже, это все, все вопросы в нюансах, да, а какая тогда форма, если не круглая, вот мы с вами сейчас ориентируемся на то, что форма круглая, но во Франции предлагаются поручни эллиптической формы, и вот сейчас к поручням дойдем, мы делали большое исследование в больнице детской неврологии, и я вот на поручнях, на картинках, чтобы там было более понятно, я еще остановлюсь на форме поручней, а сейчас давайте мы продолжим по колясочнику. Хорошо, спасибо большое. Да, пожалуйста. Обратите внимание, у нас с вами есть ГОСТы на кресло-коляске, и вот там прописаны основные размеры. Мы с вами должны вот взять, так как мы не какой-то такой проект для кого-то делаем, и нам не нужно с вами экономить сантиметры в разных помещениях, то вот я предлагаю взять такие габариты, что 0,7, вот здесь ширина кресла-коляски, это по самым выступающим частям, то есть это габаритные именно размеры, метр двадцать по длине и не более метр двадцать по высоте. Для чего нам с вами нужны габариты? И вот тут обратите внимание еще в сложенном виде, потому что у нас, если мы проектируем и где-то ждем колясочников, то мы можем предоставить место для другой кресла-коляски, помните, говорили на прошлой лекции про бассейны, что мы говорили про открытые водные пространства, но в бассейнах то же самое, то есть колясочник должен со своей коляски пересесть и дальше уже воспользоваться бассейном либо открытой водой, подъехать туда на другой, на специализированный кресле-коляски. Соответственно, мы можем предоставить место для хранения личной коляски, либо вот те, которых мы выдаем в сложенном виде, либо в разложенном виде. Поэтому вот эти габариты нам с вами нужны. И еще один момент, который очень нам с вами пригодится при проектировании. вот смотрите, мы когда берем размер метр двадцать, то мы должны еще помнить, что вот здесь на фотографии очень видно, что с подножки коляски у людей выступают еще ноги. И они будут в любом случае выступать. Нет такого, чтобы нога была четко на подножке кресла-коляски. Во-первых, этот момент мы должны учитывать. Во-вторых, у нас с вами есть электроколяски, которые имеют другой вес, другие размеры. У них есть свои нюансы, мы должны предусмотреть, если у нас с вами электроколяски, места для зарядки. У нас с вами есть, обратите тут внимание, спортивные коляски, у них размах колес больший. Это для того, чтобы при активных действиях маневренность, устойчивость сохранять. И проектиру открытое общественное пространство, мы не должны забывать, что у нас с вами еще есть различные самокаты. Собственно, когда мы и это все мы должны учитывать при проектировании зон отдыха, вот очень часто забывают, что вот все эти нюансы, они зоны отдыха совсем другие габариты требуют и пути движения. Еще очень яркие картинки, хочу, чтобы вы посмотрели, во-первых, у нас появились такие электроприставки, которые могут на любую коляску прицепляться, и тогда у нас длина коляски с приставкой метр тридцать пять, даже не метр двадцать, о котором мы говорили выше. Потом, вот обратите внимание на фотографию опорника, человек с костылями сидит и ожидает. Видите, да, что костыли выходят за пределы габарита человека. Когда раньше проектировались зоны отдыха, вот эти моменты, они не учитывались при глубине, а соответственно, нам-то надо с вами, чем зона отдыха хороша? Тем, что человек туда сел, он там находится, и не он никому не мешает передвигаться, ни ему не мешает отдыхать. Поэтому, вот здесь вот у нас еще есть один замечательный свод правил, 136.13330. И он давно не обновлялся изменениями, изменения там в прошлом году были, но номер документа остается до пересмотра тот, которым он был изначально год сделан, пересмотрен. Поэтому здесь он идет до 2012 года. Так вот, и там сказано, что на одного инвалида на кресле-коляске с сопровождающим глубина метр двадцать, а ширина полтора метра, не менее этих, да, размеров. а вот при проектировании для тех, кто пользуется средством передвижения с электроприводом, глубина должна быть увеличена на 30%. Это совершенно новое, то, что дописали в нормах в прошлом году, и мы с вами должны уже это все применять, это все использовать. Теперь еще обращаю внимание, у нас в 59-м своде правил сказано, что внутри зданий, если при большой длине наших путей движения, мы должны предусматривать через каждые 25-30 метров зоны отдыха на 2-3 места, то есть это такие, ну, скажем, немассовые места отдыха. А вот как их сформировать, вот тут очень большой вопрос и поле для творчества, потому что сейчас мы посмотрим дальше еще места отдыха, я буду обращать ваше внимание, обратите внимание, ведь колясочник, он может двигаться сопровождающим, да, слепой у нас может передвигаться с собакой-проводником и сопровождающим, то есть для всех них нам нужно предусмотреть где-то размещение, и опять обращаю внимание, именно такое, чтобы никто никому не мешал, ни те, кто отдыхают, ни те, кто передвигаются. Ну, и там, не отходя далеко от зоны отдыха, обращаю тоже внимание на то, что в нормах прописано в 136 своде правил, что необходимо обеспечить контраст поверхности мест сидения с покрытием пола. Вы знаете, я тут не так давно была в офтальмологической клинике, где мы понимаем, да, приходят люди с нарушением зрения, чтобы его поправить, и вот там вот эти вот стульчики были все сделаны из прозрачного пластика, и администратор объяснила, что это они хотели сделать ну, визуально красивую картинку не сужать коридор, чтобы это смотрелось симпатично, а в итоге если посмотреть, как пользуются их посетители такими стульями, ну, это это не обеспечивает комфорта, то есть человек подходит, руками ощупывает место, и потом, ну, то есть габариты стульчика, и потом только садится, потому что, собственно, прозрачный пластик, человек с нарушением зрения, не тотально слепой, обращая внимание, да, а просто с нарушением зрения, просто не видит. Мы вот здесь вот тоже просто очень яркий диванчик, да, вроде бы все тут здорово, и есть опора для спины, но нет подлокотников. Мы с вами сейчас попозже посмотрим, как у нас человек садится, да, его эргономика при усаживании, при вставании, и вы поймете, что нельзя так делать в тех местах, где мы ожидаем, собственно говоря, большую часть населения, да. В прошлый раз, на прошлой лекции Сергей Владимирович отмечал, что нам необходимо вообще-то скруглять разные острые моменты на путях движения, и тогда пути будут более комфортные, и больше места будет. И вот здесь как раз показано, да, что вот эти острые углы, они кроме того, что несут элемент опасности, они еще мешают двигаться. И опять, почему мы с вами должны предусматривать определенную ширину движения? Ну, вот случай, когда не предусмотрена необходимая ширина, и колясочникам, ну, здесь просто не разъехаться, даже если они впритык будут прижиматься к стенам. Какие нам нужны размеры? Вот запомните, пожалуйста, такую цифру, что когда нам необходим разворот на 180 градусов, на 360, то нам необходимо предусмотреть свободный диаметр для разворота кресла коляски метр сорок. Если нам с вами необходим разворот на 90 градусов, то нам необходимо предусмотреть ширину метр двадцать. Это минимальные размеры, которые у нас должны сохраняться. Вот здесь напоминаю, если у нас коляска была 70, смотрите, человек, когда на коляске сидит, то у него еще локти за габариты коляски выступают, и мы принимаем с вами вот такой размер 0,9 на метр двадцать. Если вы вот это, кстати говоря, помним, что не метр двадцать, а метр тридцать пять, если у нас с электроприводом, с приставными элементами к коляске. И вот исходя из этих размеров, дальше вам все может быть понятно, и вы можете спроектировать любой сложный элемент, любую зону обслуживания. Вот на эту схему обратите внимание, смотрите, когда колясочник сидит, нам важно, чтобы он смог заехать под поверхность, на которой он получает услугу, да, неважно, обедает, подписывает документы, там, что-то рассматривает. Почему нам важно, чтобы он подъехал? Опять вспоминаем, у нас с вами есть шейники. Шейник вперед не сможет наклониться, взять что-то со стола и к себе подтянуть, он тоже маловероятно сможет. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт, у нас прописано в нормах до поверхности, да, то есть, где свободно должен колясочник заехать, у нас должна быть высота 75, не меньше, а поверхность, на которой он может, значит, может воспользоваться, 0,85, соответственно, минимальная глубина, которую мы должны обеспечить, обращаю внимание, минимальная, 50 сантиметров, это чтобы человек заехал и спокойно положил руки на поверхность, на поверхность, в общем. Вот в схеме выше, если только у нас внизу с вами что-то есть, да, какое-то препятствие, все, колясочник, вот спинальник, он может быть и дотянется на какое-то расстояние, ну, а если спинальник активный, да, мы помним схему нарушений в позвоночнике, то он может и вообще потянуться, да, он может из пола взять предмет, а если шейник, то вот он просто тут не воспользуется ничем, то есть уже если тут что-то выложено, то это ему недоступно. в 59-м своде правил вот в этих пунктах как раз все-все подробно прописано, что у нас ширина пути движения, вот обратите внимание, метр 80, мы с вами помним, да, 90 и 90, поэтому это складывается в метр 80, двухстороннее движение, чтобы две коляски разъехались, метр 50, метр 20, это если у нас с вами есть карманчики для разъездов, да, вот здесь вот у нас они есть, поэтому по метр 20 мы можем проехать и разъехаться в карманах. Вот тут максимально 25 метров, но у нас еще там прописано, что еще и в зоне прямой видимости, да, то есть не может так быть, что 5 метров поворот, а потом вдруг мы встречаемся, то есть обязательно вот эти элементы, да, думайте о комфорте, думайте о том, как вам было бы удобно двигаться и где самые сложные точки, которые необходимо преодолеть и как это можно сделать проще. по поводу тупиковых разворотов. Вот по идее, по-хорошему, у нас с вами колясочник не должен попасть в тупик. Мы с вами про навигацию мы будем говорить на следующей лекции, но навигация должна быть сделана таким образом, чтобы колясочник мог сориентироваться. И вот здесь еще очень интересные моменты. видим, да, открытый дверной полотно и проезжает человек на кресло-коляске. Вот здесь мы с вами очень четко должны соблюдать безопасность и размеры, чтобы не было столкновения. Вот этот вот метр двадцать размер, он у нас, кстати, используется и в жилых помещениях, да, поэтому при развороте, при повороте на 90 градусов метр двадцать, да, разворот на 180 метр сорок, вот эти цифры вы должны запомнить, и они вам, ну, всегда свои проекты проверяйте вот на доступность для колясочников вот на этих цифрах. Вот тут обращаю ваше внимание, бывают какие-то зоны, вот фотографии необходимо сделать на паспорт, да, ведь колясочнику там вообще не развернуться, там не предусмотрено для него таких моментов. А если вы проектируете открытое пространство, кто-то же из вас взял их сделать, да, сфотографироваться с друзьями, то есть если вы эти элементы туда предусматриваете, вам необходимо будет предусмотреть и нестандартные кабины, то есть чтобы любой человек, и человек, кстати, с собакой-проводником тоже могли там разместиться, то есть еще и с другом, да, с сопровождающим, чтобы не один он просто фотографировался, а мог как-то еще из компании заехать. Это вот к вопросу пространства. Помним размеры и смотрим, где их можно, как их можно вписать. Стандартная кабинка санузла, почему ей нельзя воспользоваться? Да потому что здесь развернуться совершенно негде. Маленький лифт, вот в маленький лифт, но относительно нельзя воспользоваться. Мы с вами сейчас, наверное, очень много где видим, что если в двери мы сможем заехать в лифт, да, через двери, то на стенке лифта, которая напротив дверей, ставится зеркало, и колясочник заезжает и выезжает задом, глядя в зеркало, как, собственно, в машине зеркало заднего вида. И такое, ну, как бы, есть, оно распространено, и это считается адаптацией, но, скажем так, комфорта это не добавляет, да, но не везде возможно поменять маленькие лифты. Вот тут обратите внимание, колясочнику, чтобы открыть дверь, он не подходит к двери, как человек на ногах, да, то есть он не подходит прям перпендикулярно, ему необходимо со стороны заехать, поэтому небольшие расстояния, вот как здесь, ну, колясочник здесь не сможет, помним, да, шейник перед собой не протянет руку, и он просто выпадет из коляски, если будет тянуться на границе своих физических возможностей, поэтому, и так же, как вот, обратите внимание, вот здесь со стульчиками, да, ситуация, стульчики слишком близко поставили к двери с той стороны, где ручка, и, соответственно, колясочнику здесь, ну, мало места, чтобы комфортно, безопасно открыть дверь, так же, как вот этот стоящий шкаф, да, он просто не даст колясочнику, и еще, обращаю внимание, круглая ручка, ну, это вот вообще недопустимо, барьеры, у нас с вами перепады высот в своде правил прописаны, вот тут вот красным специально выделила, 1,4 сантиметра, и пусть вас не удивляет эта цифра, это просто полдюйма перевели, ну, вот в таком формате, вот здесь фотография с седловидным таким порогом, вы знаете, а это тоже неочевидный момент, поэтому обращаю ваше внимание, не всегда, ну, то есть, тут, конечно, от размеров все зависит, но, в принципе, седловидный порог, он может заблокировать коляску, и вот тогда, если у нас с вами шейник так встал, по сути дела, без помощи он отсюда не выйдет, ну, спинальник, он, да, он тут зацепится за косяк, он себя сможет возможно выдернуть, но это все такие решения, да, небезопасные, не для всех, так же, как вот определенные навыки, да, требуют, ну, то есть, большой порог, колясочник, когда преодолевает, у него есть вероятность опрокидывания назад, поэтому все такие, не ориентируемся на цифру 1,4, хотя, если посмотреть на то, как развивалась эта цифра, изначально у нас вообще было 4 сантиметра допустимая высота препятствия, это в 12-м году еще, да, но практика показала, что, ну, далеко не все могут такой порог преодолеть. Как выходить из ситуации, когда у нас пороги? Ну, вот здесь вот есть у нас приставные, так называемые инвентарные пандусы, вот тут тоже была большая такая тема, что как назвать вот эти вещи, потому что пандус все-таки это некая конструкция, которая подразумевает там поручни, да, определенные высоты, там много требований к ним, бордюры с двух сторон, а здесь такая вот простая конструктивная вещь, но тем не менее она сейчас называется приставной пандус либо инвентарный пандус, и соответственно с помощью них вот могут решаться вопросы перепадов высот. Крутые уклоны, вот я обращаю внимание, как опрокидывание назад, так и выпадение из коляски вперед, возможно, и пусть вас это не удивляет, потому что резкие толчки, особенно на препятствиях, на неровностях, они, вот этот импульс, он человеку, то есть когда мы с вами владеем телом и мышцами в полной мере, то мы это можем как-то компенсировать вот эти толчки, когда у человека есть нарушения в ощущении собственных, в управлении мышцами, то зачастую можно наблюдать, что вот на таких неровностях человек может выпасть из коляски, как это ни странно, мы с вами должны это понимать, проектируя свои объекты, и вот здесь фотографии, вот смотрите, мы вначале, как бы я упомянула, что у нас не должно быть конфликта между целевыми аудиториями, когда мы принимаем какие-то решения, вот тактильные элементы, это прям такая боль для колясочников, они даже писали там в РЖД письмо, что просят все-таки минимизировать количество вот этих ТНУ, тактильные наземные указатели, да, на объектах, потому что двигаться мешают. Чем они мешают? Когда колесико вот это маленькое попадает к, ну, сталкивается с каким-то препятствием, оно поворачивается. Вот обратите внимание вот на эту фотографию. Когда препятствие по высоте достаточно большое, колесо просто перпендикулярно встает. Вот здесь вот, да, водоотвод такой, да, в желоб попало колесо, оно тоже перпендикулярно встает. Вот поэтому такие все вещи, вот здесь, конечно, чтобы колясочник проехал, необходимо сверху что-то предусматривать, потому что вот так это очень сложно, это, ну, с помощью, а мы-то с вами говорим про универсальность, про самостоятельность, что человек должен, все, что мы сделали самостоятельно, передвигаться, да, максимально. Экопарковки, тема очень классная, красивая, современная, но если у нас с вами экопарковка, то все-таки под машиной, под техническим средством, она может быть у нас ячеистой структуры, от того места, где у нас двигается колясочник, ну, собственно, не только колясочник, да, а и любой инвалид, давайте так назвать, потому что слепой с белой тростью, вот здесь он тоже будет себя чувствовать очень некомфортно. Соответственно, тут надо предусматривать тогда места для, ну, ровные, да, с ровной поверхностью. Решетки, вот сколько про решетки сказано уже в нормах везде, какие они должны быть, и все равно до сих пор встречаются не выдержанных габаритов решетки, куда проваливаются колесики у кресла-коляски. Ну, и сыпучие материалы. Сыпучие материалы тоже большая беда, большая сложность для колясочников, чтобы они там двигались. Вот эти все моменты, понимаете, они красивые в ландшафтном дизайне, они здорово могут разнообразить структуру поверхности, да, вообще привнести визуальные эффекты, но если мы с вами ждем колясочников, если мы с вами делаем адаптивные пути движения, то мы обязательно должны предусматривать ровные, четкие, твердые поверхности для движения инвалидов. Есть такое устройство, гусеничные подъемники, любые подъемники, ступенька хода их еще называют. Я вот очень призываю вас исключить такие элементы из своих проектов, не пользоваться ими. Это очень специфичные вещи, долгие по времени, и если мы про массовые говорим вещи, то это не прибавляет комфорта. также как платформы различные вертикального наклонного перемещения. И обращаю внимание, вот эти платформы, с которыми в больших городах, наверное, уже много кто сталкивался, в маленьких городах, наверное, мало сталкивались, но платформы запрещены использоваться без наблюдения оператора. То есть у нас обязательно обученный человек, должен следить за передвижением платформы, если что-то пойдет не так, отрубить подачу электричества и вызвать помощь. В домах многоквартирных в Москве много платформы, создаться такое впечатление, что инвалиды самостоятельно пользуются. Нет, ни в коем случае, везде идет видеонаблюдение, и только под видеонаблюдением эти платформы используются. Перед Паралимпиадой в Сочи было очень много установлено подъемных платформ для того, чтобы дороги переходить, надземные переходы. И запускаются они сейчас, когда массовые мероприятия идут, к каждой платформе представляется оператор и управляет ею. В другие времена эти платформы законсервированы, не работают. Ну, в общем, решение очень сомнительное, я бы сказала. И еще один момент. Платформы могут пользоваться только инвалиды, к сожалению. Если нам необходимо перевести детскую коляску, то мы ребенка должны взять на руки, сами идти рядом с ребенком, а коляску тогда поднять на платформе. И то, знаете, специально оператору говорим, что да, убеждаем его, просим, что помогите поднять коляску, потому что так-то везде написано, что не разрешается, только инвалиды пользуются, и так эти платформы сертифицированы. Такая вот есть странная вещь. Мы с вами взяли объект, где много рекреационных таких открытых зон, и там возможно предусмотреть какие-то шагающие коляски-трансформеры, они есть, возможно, там может быть открыть пункт проката таких колясок, чтобы человек сменил свою обычную прогулочную на вот такую, и мог преодолевать какие-то препятствия, лестницы в том числе. Тут просто знакомлю вас с тем, что такое есть, дальше ваша фантазия, как это все можно использовать. Пандусы. В принципе, у нас колясочники преодолевают вертикальные пути движения, когда у нас есть лестницы по пандусам. Что мы с вами должны помнить? Вот здесь то, что называем мы аппарелью, это два отдельных элемента, по которым могут перемещаться колесные средства. В своде правил 59 четко прописано, что аппарели к перемещению людей запрещены. Это небезопасно. Они могут передвигать, можем передвигать только грузы. Хотя я понимаю, что во многих городах, во многих местах вы видите этот элемент, и он раньше массово делался, потому что другого ничего не было. И, понимаете, доступность в среде это как в математике. С одной стороны, все очень логично, мы с вами завязали пути движения зоны обслуживания на эргономику человека на кресле-коляске, и понятно тогда, откуда какие у нас цифры берутся. А с другой стороны, очень много идет из практики. Вот мы посмотрели на практику применения аппарелей и поняли, что небезопасно. Часто, кстати, люди могут съезжать с аппарелей в бок падать. Поэтому на сегодняшний день это запрещено к применению. Но если у нас с вами, вот смотрите, здесь по сути дела аппарель, но с серединой, с закрытой. А вот это уже называется инвентарный пандус. Это уже допустимо к применению. Ну, стационарные пандусы вы все знаете. Теперь, что хотелось сказать по поводу пандусов. Здесь нам важно ширина между поручнями. И у нас прописано в 59-м своде правил от 0,9 до метра. И вот 0,9 метр он позволяет человеку по-разному пользоваться вот этим поручнем, да, обязательно с двух сторон. То есть человеку, вот на фотографии видно, да, он себя подтягивает, держась за поручни и передвигается. Так. Вот что касается на общих путях движения ширина пандуса, да, она у нас принимается не менее метр восемьдесят, метр восемьдесят помним, да, откуда? это две коляски, то есть это двухстороннее движение людей на креслах колясках. Опять ширина коридора допускается метр пятьдесят, метр двадцать с организацией разъездов карманов, да, с общей шириной не менее метр восемьдесят в пределах прямой видимости следующего кармана. Вот эти все вещи, они же еще прописываются с точки зрения безопасности, и обязательно мы с вами должны думать, а что будет, если случится чрезвычайная ситуация, как люди будут покидать зону опасности. горизонтальные площадки пандуса. Вот здесь мы с вами сразу вспоминаем диаметр разворота, но у нас прописано чуть больше, да, не метр сорок на метр сорок, а метр пятьдесят на метр пятьдесят, и обязательно, вот тут обращаю внимание, вне зоны открывания двери, то есть дверь открывается, у нее своя зона, и ни в коем случае она не должна пересекаться вот с нашей зоной, с нашей площадкой метр пятьдесят на метр пятьдесят, чтобы не было столкновения колясочника с дверью. И вот эти же зоны метр пятьдесят на метр пятьдесят, это если у нас смена направления пандуса идет, соответственно, здесь, когда две нитки пандуса скоются, то тоже у нас ширина метр пятьдесят, да, то есть это все понятно. Возможно, винтовые пандусы, но это такая экзотика, я не знаю, если вы у себя будете это применять, то это, наверное, какие-то акцентные детали, да, ну, такие вещи могут быть, они не запрещены. Обращаю внимание на поручни и борстики. Бортик, он нам для чего нужен? Вот тут фотография очень ярко демонстрирует, как идет опорник. Вот, чтобы костыли не разъезжались, человек, по сути, упирается, да, вот в борта. Поэтому, если нет бортика, он может упираться в поверхность, но вероятность, что сорвется опорное устройство, ну, она велика. Поэтому бортики, они важны для безопасности передвижения по пандусам. Нитки поручней. Вот, обращаю внимание, что они обязательно должны быть в одной плоскости. Если раньше у нас это не было прописано, и мы могли видеть с вами в разных плоскостях исполненные поручни, то сейчас четко прописали, ни в коем случае, только в одной вертикальной плоскости. Поверхность, наклонная именно поверхность, она должна контрастировать по прилегающим горизонтальным поверхностям. И вот здесь я хочу вернуться вот к этой схеме. Вот по-хорошему у нас с вами горизонты выделены одним цветом, а наклонная поверхность выделена другим цветом. Вот тогда человеку будет четко видно, потому что у нас с вами не только колясочники, у нас слабовидящие могут пойти по пандусам. Четко видно, где заканчивается наклон и мы выходим на горизонт. Тактильные указатели осторожного препятствия. Вот раньше их ставили везде, где только можно, и сейчас, наверное, вы можете у себя в городах кое-где видеть, что начало окончания пандуса вот эти тактильные элементы. Мы с вами помните фотографии рассматривали колесики, кресла коляски не справляются даже с такой тактильностью, то есть это препятствие для колясочников. Поэтому, конечно, когда мы с вами формируем пандус, то начало окончания никаких тактильных элементов не должно быть. Я бы даже сказала ни в коем случае. Вдоль обеих сторон мы ставим поручни. Обычно две нитки. Вот нитка на 70 сантиметров она необходима для колясочников, а нитка на высоте 90 она необходима любому человеку-опорнику, ну или тому, кто просто даже идет по пандусу. Очень часто люди идут пожилые по наклонной поверхности и обратите внимание, как часто они держатся за поручень. То есть этим они просто себе повышают безопасность передвижения. И раньше, когда не было требования, что в одной вертикальной плоскости, ну вы наверное видели, что нижний поручень он немножко вперед, немножко в сторону, выдвигался в сторону центра пандуса. И тогда опорник, когда идет, он просто своим боком, своей одеждой вытирал вот этот поручень. Ну в общем и он ему в том числе мешал передвижению. Собственно это недопустимо. и хочу обратить ваши, ну и у нас есть допуск по высоте поручни плюс-минус три сантиметра, потому что находились такие люди, которые проверяющие, которые мерили и говорили все переделывать, когда отличалось на один сантиметр. Вот здесь такой еще момент у нас прописано, что на 30 сантиметров, когда закончится уклон, на 30 сантиметров на горизонт мы должны вывести поручни. И окончание безопасное. Вот к этому мы вернемся там, где мы будем говорить о слепых. Там просто более яркие картинки и объясню, почему такие требования возникли. Потому что напоминаю, доступная среда это все очень логично, почти как уравнение в математике. Итак, зоны достигаемости и обзора. Я еще раз напоминаю, что шейник у нас с вами, вот смотрите, на этой схеме, он не дотянется до предмета на поверхности, потому что не предусмотрено туда подъезд. А он не сможет наклонить тело, он просто может выпасть. Также шейники очень часто они в принципе не могут запрокидывать голову назад, чтобы поднять угол обзора, увеличить. Подъезд сбоку, помним, что у них сила рук очень слаба. И вот этот подъезд сбоку и рукой куда-то далеко дотянуться даже в бок, ну тоже это маловероятно для шейников, ну для спинальников это возможно. Уже вот эти картинки мы видели, но я прямо очень хочу зафиксировать ваше внимание, что для колясочника важно подъехать под поверхность, на которой мы будем оказывать услугу, что-то ему показывать. Поэтому вот еще раз эти картинки прямо здесь прописывают и обращаю внимание тех, кто позже подключился. свод правил 59-й и даю пункты. Кому важно, можете там посмотреть, там более широко почитать, как прописано это в требованиях свода правил. мы, когда стали массово на территории внедрять доступность разных элементов, обнаружили некие конфликты. Вот смотрите, стандартная высота раковины у нас 0,9 метра, а высота для инвалидов в кресле и коляске 0,8 и мы помним 0,75 снизу, чтобы подъехать и вот здесь возникает вопрос, а как же размещать раковину, а еще у нас с вами есть дети, про которых прошу не забывать и у них-то, чтобы самостоятельно помыть руки, там тоже у высокой раковины они не смогут воспользоваться. Потом вот здесь с домофонами была целая история, на какой же высоте размещать домофоны, когда поняли, что есть конфликт интересов, то есть то, что удобно для колясочника, неудобно для, собственно, тех, кто на ногах ходит. А помним, опорник, кстати, на костылях, он в принципе вряд ли, да, сможет согнуться и воспользоваться домофоном. Я вам сейчас вот эти моменты фиксирую, чтобы вы, когда свои проекты делаете, каждый элемент все-таки повнимательнее посмотрели с разных сторон, и, может быть, вы какие-то суперинтересные решения предложите, которые, ну, на сегодняшний день не рассматриваемы из-за своей зашоренности, да, может быть, а вы свежим взглядом сможете что-то новое найти. Обращаю внимание в залах, да, что колясочник у нас не сможет ни привстать, ни как-то изменить высоту своего взгляда, да, поэтому те люди, которые, вот, вот здесь очень ярко показано, да, где он видит, а где не видит, что происходит. Средства информации слабовидящие прямо очень-очень близко подходят для того, чтобы рассмотреть буквы. Колясочник может смотреть это более издалека, но опять вопрос, на какой высоте мы должны разместить, чтобы стоящий человек не закрывал информацию, да, поэтому у нас высоты тоже прописаны, что указатели на высоте от двух с половиной до четырех с половиной метра размещаются. Про размещение информации мы с вами вообще будем говорить на следующей лекции. Ходунки. Вот смотрите, опорник у нас двигается, у него, чтобы открыть дверь и закрыть ее, да, за собой, собственно, как и колясочнику, у него тут такая большая многоходовка, очень сложное движение. когда человек сидит или встает, да, еще раз обращаю внимание, с опорными устройствами, гораздо больше площади надо человеку, чтобы это сделать. Вот с пуфика опорник тоже не сможет встать, ему не на что опереться. И вот здесь интересная схема, когда человек встает, мы с вами тело вперед уводим, а ноги заводим под себя до одной третьей глубины сидения. И поэтому сидение, когда вот жестко зафиксировано, да, вроде как красиво, сейчас много дизайнерских таких сидений, но это неудобно встать, это и нам с вами неудобно встать, но про опорников я уже вообще молчу, то есть он тем более не встанет. А, и еще обращаю внимание, высота сидения у нас с вами там, где мы ожидаем ну, инвалидов, да, вообще маломобильную группу, она завышена. У нас с вами что скамейки, что стульчики, они должны быть высотой 0,5. Это гораздо выше, чем стандартно делают. На объектах спорта у вас там тоже возможно это будет, пожалуйста, не забываем про габариты спортивных колясок и тогда у нас с вами и лифты должны быть размеров, чтобы предусмотреть не по одному человеку перевозить. Я еще раз, да, я не останавливаюсь, не прочитываю вот эти вот все пункты, что у нас написано, потому что для экономии времени, да, то есть пункты даны, вы потом всегда сможете посмотреть, если кому-то что-то надо уточнить. Я больше останавливаюсь на принципиальных моментах, чтобы у нас логика была понятна. Спортзалы, спортзалы, когда мы с вами проектируем доступными, нам необходимо все сделать, как в любой зоне обслуживания, чтобы между оборудованием, зоной для разворота опять, ну, у нас диаметр метр сорок, но мы метр пятьдесят, как площадки у пандусов, то есть, чтобы у нас все-таки не впритык все было, да, увеличиваем безопасность. Потом, по краям свободный спортзал, свободная площадка не менее 0,8 на метр двадцать для размещения кресла-коляски, помните, возвращаемся сразу к габаритам, то есть, мы с вами должны предусматривать, есть, вот, фотография, да, он пересел на тренажер, коляска осталась стоять рядом, но это же не значит, что здесь уже никто не может проехать, мы должны предусмотреть зоны проезда. Санузлы, вот это крайне интересная тема, санузлы, адаптированные для колясочников, вот эту фотографию я делала в Финляндии, я сейчас не вспомню, в каком году, но больше десяти лет назад, и вот тогда здесь обратите внимание, собственно, наша группа, мы там были, я не одна была, нам показывали яркие примеры адаптации разных помещений, помещений, и мы, долго, ну, как бы работая над темой доступности, мы даже не сразу разобрались, на самом деле, как здесь воспользоваться санузлом, понятно, что санузел, понятно, что унитаз расположен по центру, да, то есть, и справа, и слева будет доступ, как его открыть, мы думали, что может быть здесь вот фотоэлемент, еще что-то, но кнопка открывания двери оказалась находится вот здесь, обратите внимание, она вытянутой формы, можно подъехать и локтем, кистью, если ты стоишь на нее нажать, да, то есть, она большая поверхность нажатия, и находясь здесь, колясочник ожидает, пока дверь откроется, потом он проезжает, ну, и там, собственно, кнопка закрытия, и только вот в настоящее время у нас с вами стали рассматриваться моменты, то есть, до этого вообще не было такого, и никто об этом не говорил, что можно на дверях, а, и еще, на дверях мы с вами ничего не располагаем, никакую информацию, информация всегда располагается на стене, с той стороны дверей, где дверная ручка расположена, да, то есть, в этом случае это будет слева от нас, да, вот здесь, но пиктограммы вот эти, только сейчас мы заговорили у нас, да, в нормативах, что могут показывать расположение, где находится унитаз, справа или слева, а как вы думаете, почему справа или слева унитаз, ну, то есть, кому это важно, с какой стороны, левшам и правшам, ну, то есть, с какая рука более опорные? это верно в отношении нас с вами, а когда у человека что-то случилось и часть тела не работает, то там уже какая часть тела наиболее рабочая? вот здесь вот я хочу отметить, что для них это более важный момент, чем для нас, да, левша-правша, ну, как бы так себе, да, вариант, а вот какая рука рабочая, какая не рабочая, вот здесь вот прямо катастрофичная тема, да, ограничения, обращаю внимание на санузел, помните, я говорила, что Скандинавы, Финны, это одна из самых стремительно стареющих наций, и там очень много пожилых людей, и они много лет занимаются вопросами адаптации разных помещений, в том числе санузлов, вот с точки зрения, посмотрите, по периметру помещения везде находятся точки опоры, то есть в этом помещении человек, если будет падать, терять равновесие, он сможет либо предотвратить, либо смягчить падение. Если у нас с вами нет возможности и унитаз стоит близко к какой-то стене, да, в углу, то тогда ставятся не откидные, а стационарные поручни, которые выполняют ту же функцию опор, но вот здесь обращаю внимание, да, мы сразу расположение справа или слева, то есть кто-то сможет воспользоваться вот таким расположением унитаза, а кто-то из колясочников не сможет. Если мы смотрим на унитаз, вот есть специально унитазы для инвалидов, то есть они выше, помните, мы говорили, что сидение, когда мы ожидаем инвалидов, оно должно быть 0,5 по высоте, 50 сантиметров, так вот, специализированные унитазы 48 сантиметров по высоте, то есть они выше, чем стандартные, причем заметно выше, они длиннее сама чаша, в длину больше, и обязательно часть унитазов для инвалидов специальных сделана так, что вот тут бачок вогнутый, и он выступает опорой для спины, где-то, если этого нет, то ставятся специально опоры для спины, потому что колясочник, спинальник удержит спину, шейник не удержит, ему нужна обязательно опора, иначе он упадет, он просто вывалится, и собственно поэтому нам с вами с двух сторон нужны ограждающие конструкции, поручни, потому что если их не будет, колясочник упадет, шейник. Посмотрите, какой прекрасный пример душевой, это душевая в сауне, это вот из нашей поездки в Финляндии, можете мне сказать, почему два сидения для душа? Может быть, для помогающего, сопровождающего? Ну, сама идея в другом, помним сразу, у кого-то левая сторона осталась рабочей, у кого-то правая, соответственно, оборудование, которое не нужно, мы откидываем к стене, а то оборудование, которое под рабочую рубку осталось, мы им можем воспользоваться. поэтому здесь идея была в том, чтобы на меньшем пространстве больше функциональности, потому что если отдельно делать для подправы под левую руку вот эти душевые кабинки, то у нас больше места необходимо задействовать. Потом отличное решение, когда душевая стойка у нас ограждена поручнями, потому что, ну, сами вспомните, когда мы ванну принимаем и где-то теряем равновесие чуть-чуть, то мы автоматически за что-то должны схватиться. Стена, кафель мокрая, и мы часто можем наблюдать, что пытаемся взяться за душевую стойку, которая, кстати, в каких-то конструкциях она может выступать поручнем, но там же у нас еще и вода, и конструкция может нагреваться, охлаждаться. В общем, вот это прям замечательное решение. Еще одно решение, которое нас тогда восхитило, это размещение поручней на косяках дверных. Если посмотрите, как идут пожилые, они обязательно проходят через дверной проем, они обязательно возьмутся за косяк. А если мы с вами поставим вот так поручни, это и с точки зрения эстетики, и с точки зрения санитарных норм намного упростит ситуацию. так, а у меня вот здесь есть ролик, потому это сняли наши финские коллеги, как колясочник пользуется санузлом. Вот обратите внимание, что тогда, это тогда еще, да, было, как колясочник дверь открывает, закрывает. Только наличие вот этого длинного поручня на двери дает удобство. Теперь еще обращаю ваше внимание на контраст поверхности, да, стена-пол. Те люди, у которых кружится голова, они должны понимать, они упали или еще стоят. Поэтому вот эти, у нас раньше было как светленький санузел полностью, то есть контрастов не было. Это не совсем верно с точки зрения адаптивной среды. Вот эта девушка, она работает в Финляндском доме инвалидов, и она сама водит машину. Вы видите, что она на ноги опирается. То есть это классический спинальник, активная, у нее сильные руки, она сама собирает, разбирает коляску, когда из машины ее достает. То есть это вот прямо такой крепкий спинальник. Но если у нас будет шейник, это все будет не так бодро. Мы, возможно, разместим другие ролики по пользованию санузлом с более сложными нарушениями опорно-двигательного аппарата, и тогда вы там сами сможете посмотреть. вот здесь обращаю внимание очень интересный момент раковина с поручнем. У нас сейчас, может быть, вы видели, вокруг раковин ставят такие большие конструкции с опорами в пол. Это ни в коем случае недопустимо, потому что опора в пол мешает часто колясочнику в принципе подъехать под поверхность, то, о чем мы с вами говорили. Очень интересные нововведения у нас в 59 своде правил, что предусматривать установку стационарных или откидных опорных поручней, а также переносных или закрепленных на стене складных сидений. Складные сидения нужны для переодевания, для того, чтобы человек... Ну, то есть колясочник, вы понимаете, он себя перебросил на унитаз, если с коляски сразу, то есть шейник, например, не сможет воспользоваться без посторонней помощи санузлом, да, а если мы ему все-таки предоставим в том числе вот и сидение рядом, то тогда, возможно, он и самостоятельно сможет обеспечить себе, обслужить себя в санузле. Обращаю внимание, да, для чего он пересаживается из кресла-коляски на сидение, чтобы снять одежду с нижней части тела, а потом перебрасывает себя на унитаз. то есть, такая сложная технологическая процедура. Размеры. Пожалуйста, у нас в 59-м своде правил, четкие размеры для разных случаев, причем прописаны, поэтому я сейчас для экономии времени не останавливаюсь подробно, но, обращаю внимание, везде мы с вами предусматриваем диаметр разворота, да, метр сорок у нас, как бы мы не размещали оборудование, мы должны с вами предусмотреть разворот, иначе, ну, просто не сможет колясочник воспользоваться. Вот здесь не обеспечено, да, какие моменты не обеспечены. Зона пересадки. Здесь у нас, обращаю внимание, поручни стационарные, но при стационарных поручнях очень редкий колясочник сможет воспользоваться унитазом. Здесь из-за раковины, да, вопрос проедет или не проедет. Двери открываются вовнутрь. Вот если двери открываются вовнутрь, сейчас, раньше не было такое возможно, только двери наружу, и вы, пожалуйста, себе это используйте, двери в санузлах для инвалидах открываются только наружу, потому что если человек оказался на полу, вызвал помощь, мы открываем двери, и чтобы не травмировать человека. Но сейчас прописаны варианты, когда, если дверь открывается внутрь, то нам необходимо, чтобы дополнительно были расстояния, не соприкасающиеся с зоной открывания дверей, вот эти зоны разворота кресла-коляски, тогда это может быть возможно, но вы пока, то есть это прописано, но вы пока не берите это к себе на заметку, вы четко, все, двери открываются наружу. Доступная кабина, вот здесь у нас сейчас прописано, давайте тоже не буду останавливаться, что у нас в блоках туалетных кабин может быть, ну, должна быть, да, доступная кабина, ширина двери обязательно 0,9 и мы помним, что это не только связано с креслом-коляской, да, это у нас с опорными устройствами человек может быть и с малыми кабаритами, с минимальными, которые у нас разрешены, метр шестьдесят пять, надо двадцать, не предусмотрено размещение раковины, она размещается у нас в общем месте, да, иначе просто не воспользоваться здесь инвалиду. Так, пункты вот эти 636 и 633 прочитайте, да, тут вот все как там у нас должно быть. Я хочу обратить ваше внимание, что одна из стандартных кабин в каждом блоке туалета должна быть оборудована настенными поручнями, то есть про откидные там ничего не сказано, у нас требования есть к настенным, это чтобы, если человек опорник, да, как бы ему необходимые точки опоры, он может самостоятельно воспользоваться, но ему просто это тяжело. И, кстати, люди с избыточным весом, безусловно, находятся у нас в группе маломобильных, и им тоже будут полезны очень вот такие поручни, чтобы была помощь присесть, там, встать. так, у нас с вами вот по времени мы горим, поэтому давайте я вот это пролистаю, подскажите, есть ли у кого-то будут вопросы, а, да, ни в коем случае дверь открывается, у нас свободный проход в зону санузла, на самом деле в любую зону оказания услуг, вот это вот такие вещи недопустимы. Здесь у нас с вами ну вот то же самое, да, если у нас зона пересадки, то вот тут вот такие сложные маневры недопустимы, но человеку на кресле-коляске это трудно будет осуществить. С колясочниками закончили, не сказала важную вещь, в любом адаптированном для инвалидов санузле обязательно кнопка вызова помощи. И кнопка вызова помощи обязательно не только нажимного действия, но и со шнурком, потому что помним, да, далеко не каждый человек может нажать на кнопку, кисти рук у нас бывают разные, за шнурок шнурок окончания обязательно за которое можно ухватиться, то есть не может быть просто веревочка висеть, да, там должен быть треугольник, ну что-то, за что можно вот ухватиться и дернуть. Он должен быть контрастного цвета и на высоте 10-15 сантиметров над уровнем пола. Это предусматривается, если колясочник упал, помним, шейник, все, он не встанет, он даже к стене себя не сможет усадить. Максимум, что он может, доползти вот где этот шнурок и дернуть за него. Самые опасные моменты, это когда колясочник перебрасывает себя на унитаз или с унитаза на коляску пересаживается. И именно в этой зоне должна быть размещена вот эта кнопка вызова помощи. Если мы ее разместим около дверей, то понимаем, да, человек упал у унитаза, дверь находится в другом месте, то есть ему требуются еще силы и найти возможность доползти до этой кнопки. Мы ее должны разместить все-таки рядом с самым опасным местом. Люди с нарушением зрения. Вот посмотрите, как по-разному проявляются нарушения зрения и как по-разному человек видит окружающий мир. Нарушение зрения тяжелая такая для нас с вами история, потому что адаптировать окружающую среду к тому, кто тотально слепой очень тяжело, а мы помним, что у нас с вами в в Азове предприятие, на котором работают инвалиды по зрению. Поэтому давайте посмотрим, что мы можем сделать. Значит, нарушения в чем выражаются? Плохо различаются изображения, пониженная способность к различению предметов, попадающих в определенную область, ну вот поля зрения выпадающие, то, что мы видели с вами на фотографиях, различение цветов очень снижено, дальтонизм, помним, про это сейчас поговорим, чувствительность к яркому свету, чувствительность к вспышкам или мерцанию, поэтому никаких мигающих элементов не должно быть, потому что это будет раздражать зрительный нерв и будет болезненно для человека с нарушением зрения. контрастность только очень резкая, да, какие-то плавные контрасты не резкие, не будут просматриваться, не будут различаться, пониженная способность к изменению уровня освещения и очень большая чувствительность к резким перепадам света. Теперь по поводу дальтонизма. Обратите внимание на светофоре, да, как видит дальтоник цвета, как видит человек с стандартным зрением. Восприятие цветов нарушается, и вот здесь вот разные типы, то есть дальтонизм, он, это такое общее понятие, да, оно с разными элементами, градацией есть, и вот соответственно, какие цвета мы с аккуратностью должны использовать. Это зеленый, красный, фиолетовый и синий. Это те цвета, которые могут совершенно не различаться человеком. Инвалиды по зрению передвигаются с тростью либо с собакой проводником, ну, либо с помощью сопровождающего, да. чем интересна для нас трость, как мы можем это предусмотреть, когда адаптируем. Во-первых, вот обратите внимание, тростью человек осматривает пространство вокруг. Вы настройте примерно на один шаг, на 50-60 сантиметров от человека, то есть вот на это расстояние он просматривает поверхность. Соответственно, собака всегда идет, ну, рядом с ним на жесткой шлейке, поэтому у нас расстояние вот не менее метр двадцать. Собственно, либо мы сопровождаем человека, да, либо собака сопровождает, плюс человек еще идет не прямо, у него немножко зигзагообразное движение, и вот это все мы предусматриваем, когда планируем пути движения. Да, и вот здесь я, кстати, еще специально поместила фотографию, не забыть сказать, что помним, что чем шире наш путь движения, особенно в рекреационных зонах, тем, тем, наверное, более комфортную среду мы создаем, потому что мы все-таки не по одному и, может быть, даже не два человека передвигаются, могут передвигаться, держа маленького ребенка с двух сторон за руки, либо компанией, и поэтому всем же хочется находиться где-то в одной линии, поэтому вот такие моменты мы с вами сразу продумываем. Нам хорошо об этом размышлять, когда мы говорим про новую застройку, в стесненной застройке думаем, как нам это все обеспечить. вот эти тактильные наземные указатели, ТНУ, то, что мы с вами называли, они у нас требуются для того, чтобы просмотреть, то есть, когда мы говорим про слепых, мы говорим, что они смотрят, смотрят руками, смотрят тростью пространства вокруг, они просматривают и чувствуют изменение рельефа, они слышат изменение звука, потому что на разных поверхностях вот этот наконечник трости, он, кстати, очень быстро стачивается, поэтому вы можете видеть, что человек с белой тростью идет, приподняв трость над поверхностью, то есть, он просто собственно осматривает, чтобы вот не столкнуться с такими препятствиями, как столбы, а если он будет постукивать по поверхности, либо водить ею, то вот этот наконечник быстро стачивается, ну, это расходный материал, но тем не менее, те, которые опытные, слепые, они предпочитают ходить чуть-чуть приподняв его над поверхностью, по которой двигаются. Вот здесь мы с вами опять смотрим, какие у нас могут быть расстояния, что мы должны предусмотреть, когда планируем пути движения и зоны отдыха. Чтобы не было путаницы, хочу, чтобы вы прям четко запомнили, когда вы видите вот такие линии направления движения с расстоянием между ними, это пути движения односторонние, то есть слепой встает в центр и осматривая пространство, он собственно двигается вот в этом ограниченном коридоре. Осторожно, препятствия вот эти полусферы сигнализируют о том, что есть здесь смена направления движения, ему надо разобраться, куда двигаться дальше. А в одну линию, назовем так в одну, хотя не всегда в три выкладывается вот эта дорожка тактильная, когда уложено в одну линию, то это предполагается двухстороннее движение. С одной стороны человек ставит трость к линии и идет, осматривая, и с другой стороны человек ставит трость и идет, то есть они могут двигаться навстречу друг другу. Тактильные указатели у нас сейчас, раньше их тоже как бы когда ввели, считали, что это прям панацея для ориентирования слепых в пространстве. На сегодняшний день уже понятно, что нет, это не так. Есть и конфликт интересов, и не так просто все равно и по ТНУ ходить, поэтому оставили перед требованием, что ТНУ осторожное препятствие размещается перед началом и окончанием лестниц за 30 сантиметров до начала лестницы и вот это поле ТНУ оно у нас 0,5-0,6 метра глубина укладывается. И если сверху у нас конструктивно выделен элемент ступени, то после этого конструктива мы укладываем если конструктива такого явного нет, то тоже 30 сантиметров и укладываем вот это поле осторожное препятствие. На центре, на промежуточных площадках не укладывается, только в начале и окончании марша. вот вот здесь по поводу вынос 30 сантиметров на горизонт. Вот это очень важно для пожилых, когда нужно, чтобы мозг понял, что он уже стоит на горизонте. Соответственно, если мы обрываем раньше, то мы с вами сталкиваемся, что человек останавливается и еще несколько секунд у него уходит на то, чтобы понять, что он уже с лестницы сошел, что теперь дальше он по горизонту пойдет. Уклоны лестниц у нас с вами подступенок от 0.13 до 0.17 прописан и проступ 0.28 до 0.35 то есть именно вот такие лестницы они у нас сейчас в стандартном варианте все идут. В своде правил 118 прописаны вот эти размеры. Закругления. Если сильно большие закругления, то у нас может просматриваться соскальзывание ноги. Поэтому вот такие элементы, насколько должно все выступать верхняя часть, у нас все это прописано. Радиусы и, кстати говоря, смотрите, если ступени прямые, считается, что мы с вами в том числе стачиваем обувь, и нам не так удобно двигаться по ступени. Поэтому рекомендуется чуть-чуть стачивать, но это так к нюансам. Почему запрещены там, где у нас двигаются инвалиды без подступенка делать лестницы? Потому что туда могут проскользнуть и нога, и опорное устройство, и трость, если человек идет с тростью, может туда попасть и, собственно, сломаться. Поэтому это опасный элемент. И ни в коем случае так делать нельзя. Так же, как недопустимые прозрачные ступени. Да, это может быть интересно, дизайнерски смотрится, но не в случае, если мы формируем доступные пути движения. Бортики. Бортики обязательно должны быть. Мы с вами уже обсуждали, что опорные устройства, чтобы не соскальзывали, чтобы не, чтобы обеспечить безопасность передвижения, а лестница у нас опасный элемент на самом-то деле, то мы все-таки должны предусмотреть максимально, как это сделать. Вот как здесь сделано, видим, что ни бортиков нет, ни подступенков нет. Так недопустимо в нашем случае, когда мы с вами говорим. На самом деле, эта лестница сложная для очень многих групп населения, о чем мы с вами уже говорили. Маркировка. вот вы видите тоже, наверное, часто в разных городах, подступенок, сказали маркировать, подступенок полностью закрасим. Это неэффективно, когда мы смотрим на лестницу снизу вверх, мы просто видим желтое полотно. маркировка края ступени, она требуется именно для того, чтобы вот обратите внимание, чтобы сакцентировать внимание человека на тех опасностях, которые есть, да, то есть, чтобы инвалиды, у которых остаточное зрение, они видят вот эти контрасты и, по идее, им безопаснее передвигаться. Любой человек, когда он задумался и видит вот такие сигналы контрастные, он как бы фокусирует свое внимание и оступится менее вероятно, то есть, это такая наша превентивная мера предотвращения неприятных ситуаций. У нас прописана в нормах маркировка только первой и последней ступени обязательно, но нам с вами никто не запрещает маркировать каждую ступень. вот здесь еще раз хочу отметить по поводу диаметров поручней и выноса на поверхность горизонта. У нас диаметры-то прописаны, какие должны быть, и когда мы делали исследование, то мы увидели, что к металлу, например, люди, у которых есть нарушение интеллекта, с синдромом Дауна, они не могут прикасаться, их как током пробивает, то есть поверхность не должна быть холодной, и это решают у нас любые другие поверхности, деревянные, пластиковые. Контраст, вот контраст поручней лучше предусматривать, он у нас не так четко прописан, где-то он прописан в нормах, в каких-то других не прописан, но контраст, он нам дает акценты, а это безопасность, собственно, поэтому мы с вами должны предусматривать. И обратите внимание на недавно, вот эти последние четыре цифры, обращаю ваше внимание, это год, когда документ был сформирован, ГОСТ на поручни, прописано, что там, где мы детей ожидаем, детские учреждения, то еще один поручень на высоте 50 сантиметров, либо дети, которые чуть старше, они пользуются с удовольствием поручнем, который 70 сантиметров, и он у нас уже идет и для всех, он прописан у нас. Солипые слабовидящие очень часто двигаются по поручням, и когда мы поручни разрываем, мы с вами прерываем сигнал, собственно, обозначающий безопасное движение, поэтому максимально не прерываем поручни. Когда у нас очень длинные вот эти вот общественные пространства с лестницами, понимаем, что иногда нам надо перейти с одной стороны на другую, и вот здесь у нас могут быть разрывы, чтобы не преодолевать всю лестницу в одну сторону, а потом переходить в другую. И есть требование, что если ширина марша 4 метра и больше, то нам необходимо предусматривать дополнительные разделительные поручни. И они должны быть двусторонние, обращая внимание. То есть вот здесь это неправильно сделано. Ну то есть нормы меняются, это было сделано раньше, раньше такого не было требования. Поэтому то, что мы видим сейчас, вот тут двухсторонние у нас поручни, и справа, и слева. То, что мы видим сейчас сделанное по старым нормам, ни в коем случае это никто не требует, срочно переделывайте. А мы с вами просто должны понимать, что когда-то это тестировалось, сейчас это все в других вариантах. На путях эвакуации обязательно делаем контрасты поручней с окружающей средой. У нас, кстати, только на путях эвакуации это прописано. И в условиях темноты они должны иметь у нас контраст за счет подсветки. Ну там лет подсветки, фотоалюминесцентной подсветки. То есть они должны выделяться, чтобы обеспечить безопасность людей на объекте. Ну и опять же в общественных пространствах в открытых это просто может быть красиво акцентными элементами у вас служить. Для слепых очень опасными являются любые нависающие препятствия. Ну и лестницы естественно для них опасны и двери, которые распахиваются. Поэтому когда они идут осматривать пространство тростью, вот если выступ идет до 10 сантиметров, то это для них не страшно. Это они во-первых идут немного отстраняясь от стены всегда, то есть до 10 сантиметров мы можем допускать вот эти препятствия на стенах. Больше уже опасно. Обратите внимание, вот поручень сделан, если слабовидящий идет по нему, то он предполагает, что мы позаботились, что нигде нет препятствий. А здесь у нас с вами ящик висит. Собственно, вот так это недопустимо делать. То есть мы часть сделали, но не додумали до конца. Вот это очень опасный момент. Когда вы прорабатываете свои проекты, пожалуйста, задумайтесь о том, как не допустить людей с нарушением зрения, а их у нас там много, у нас там предприятия, где работают люди с нарушением зрения. Вот чтобы таких ситуаций не было. То есть прорабатываем. Если какая-то опасная ситуация, то только цветом выделить контрастным, но недопустимо. Либо вот смотрите, вот здесь выделили тактильными элементами, индикаторами, но очень-очень узким. Слепой может промахнуть вот это тростью и даже не понять, что здесь за акустический шум или тактильный акцент. То есть он настолько узкий, что слепой скорее всего проскочит этот момент. Так, для незрячих у нас тактильные элементы информационные, это мы с вами будем говорить позже. эффективно выделять контрастом элементы, на которых мы акцентируемся, это, например, двери, дверные ручки, и это может быть, кстати, очень красиво. Стеклянные двери должны быть обязательно маркированы собственно, как и стеклянные стены, потому что хочу вам сказать, что мы работаем в том числе с РЖД, и вот они работники вокзалов рассказывали, оно может быть смешно, но вот по поводу когнитивного восприятия, на одном вокзале сделали бассейн и регулярно пассажиры туда падали, залипая в гаджетах, хотя бассейн с бортиками, то есть это не просто там отверстие в полу, и в итоге смогли это все предотвратить эту историю, только заставив вокруг бассейна, вокруг этого фонтана все катками с цветами, вот тогда люди перестали падать в этот фонтан, хотя это очень странно, а на другом вокзале стеклянная стена, которая вся была разрисована, отмаркирована, но люди регулярно входили в эту стеклянную стену, то есть человек отвлекается за где-то рассеянное внимание, и все, и тоже они это смогли решить, только заставив вдоль этой стеклянной стены сиденья, диванчики, по-другому они не смогли это предотвратить, поэтому вот такие интересные моменты нашего восприятия окружающей среды, мы уже не раз говорили про цветовые контрасты, в прошлый раз Сергей Владимирович рассказывал, только призываю вас, что не должна быть какафония, то есть у нас все-таки это должно выглядеть как элемент информационной поддержки, но никак это разноцветие просто само по себе. так, это вот все про свет, про тень, ну и опять, вот какие-то такие глупые вещи, когда путь эвакуации делают тактильным, но это совершенно не требуется, и это неэффективно, и никому не нужно, и нигде это не прописано, просто мы иногда видим, а важную информацию, она, конечно, помним, да, про несколько разных типов восприятия, то есть мы делаем и визуальную, и звуковую, и тактильную, да, то есть максимально все, что можем, мы обеспечиваем. Это здесь для сведения, вообще-то у нас не только собаки-проводники, а есть еще и такие маленькие лошадки-проводники, у нас в стране их пока нет, но в мире они появились, поэтому так, чтобы вы были в курсе, что такое есть. Инвалиды по слуху, вы знаете как, я предлагаю, давайте мы вот по слуху, там у нас чуть-чуть осталось, но оставим это на следующий раз, мне кажется, у нас по зрению колясочники уже достаточно информации, поэтому, может быть, у кого-то вопросы будут? Да, у меня есть, наверное, глупый вопрос, можете подсказать основную суть задания, у меня в прошлый раз не было, ну, вот, к которому лекции, вот, чтобы понимать, что делать, зачем делать? Вот у вас есть раздел, там, по которому вы должны спроектировать, последний, по-моему, фланшет, это какой-то объемный объект, на том участке, который вы выбрали, вот этот объемный объект должен, что делать? он, первое, он должен быть состыкован, он должен, во-первых, решать какую-то задачу, которая, с вашей точки зрения, не решена на этой территории, вот, ну, показать вашу, так сказать, фантазию и, так сказать, возможности, так сказать, как объемно-планировочных архитекторов, он был состыкованным, он должен обеспечивать доступность услуги какой-то на этом объекте, который там существует, но, кстати, объекты, это не обязательно здание, это может быть там стадион, открытый стадион, это может быть там, вот там целая серия объектов, там, допустим, пляжных, прибрежных, или такие вот мини-городки, типа Мафов, там, допустим, сделанные, ну еще, я там могу много придумать разных такого рода объектов, но здание, как бы, ну в основном здание делается, какие-то здания-переходы, здания, которые решают какую-то задачу функциональную, там, например, подъема по высокому спуску, то есть вы можете около этого спуска постоять внизу здания и подниматься по нему наверх, по лифту, то есть этот лифт будет служить, так сказать, транзитом, и, с другой стороны, вы решаете вопрос с каким-то еще полезным, так сказать, там, устройством, там, либо репутационного центра, либо спортивного центра, либо жилого помещения, там, для инвалидов в хорошем месте, там, и так далее, тем более, что Азов богат на перепады высоты, либо что-то для слепых, там, и так далее, и вот то, о чем сейчас рассказывала Вера Викторовна, это элементы того, что вы должны не забыть при проектировании этого здания, про открытые пространства я вам в прошлый раз рассказывал, про строительный вопрос я в прошлый раз рассказывал, и мы таким образом, как бы, последняя лекция будет завтра, она будет, там будут освещены вопросы навигации везде, которые вы должны таким образом построить, чтобы разные элементы городской среды, которые вы использовали, они были бы одновременно и навигационными элементами, вот, как бы это сдирижировать надо красиво, вот, то, о чем сейчас говорили, это все же касается создания, более, не может быть, не уровня птичьего полета, а создания таких вот небольших, как бы, пространств, дальше, локальные пространства, которые вы формируете в рамках города, то же самое, вот, об этом сейчас много, как бы, говорилось, малоархитектурные формы, аналогично, и так далее, надо посмотреть на город глазами инвалидов, вот, глаза инвалида сегодня были представлены. Ясно, спасибо большое. А можно еще все-таки уточнить, это же не обязательно задание, это конкурсная работа, я правильно понимаю? Значит, у нас конкурс состоит из четырех планшетов, вот, все четыре планшета желательно, как бы, выполнить. Естественно, если вы выполняете, там, скажем, два планшета из четырех, ну, наверное, это не уровень финала. Участие в конкурсе обязательно для градостроительства вот магистратуры? Это, у нас, это, я думаю, определяет каждый ваш руководитель. Нам вообще ничего не говорили про это задание, ну, основные наши руководители. Ну, ваши руководители, если умеете, в виду Алексея Валентиновича, да? Да. И этот самый, они очень в теме были. Более того, Алексей Валентинович сам писал техническое задание. Подумайте над каким-то плоскостным объектом. Может быть, это для дневного? Мы, так скажем, продаленки. Многие институты объединяли студентов разных кафедр, например. Так делают. Ясно. Спасибо. Уточним. Найдите возможность формирования именно своего объекта, сделайте амфитеатр. Кстати, вы знаете, вот очень интересный, я сейчас просто вспомнил, стадион 36-го года, Олимпийские игры в Германии никогда не были там? Нет. Очень интересное сооружение. Но он плох тем, что это были игры, единственные, которые проходили в Германии времен расцвета фашизма. Но сам стадион, он не является зданием. Он является таким красиво сделанным оврагом, где внизу, собственно говоря, люди соревновались, а с двух, или, по-моему, даже с двух с половиной сторон там были такие красивые трибуны, сделанные как элементы таких горизонтов, или как называют, как в горах называют ярусы такие своеобразные. Забыл слово красивое. Да, версты. Да, и вот там, да, вот этот стадион был у них тоже один из объектов, так сказать, где они занимались сформированием доступной среды, и очень интересные решения были именно благодаря, так сказать, тому, что там вот эти ярусы как бы существовали. Просто очень... Кстати, третье место заняла, там объявляли по стадиону конкурс, когда третье место заняла наша команда из Уфы. с таким ярким проектом любопытным довольно. Вот это вариант решения, это вариант такого вот как бы плоскостного сооружения, не здания. Да, потом его накрыли, конечно, сверху провли, но не жесткой, а такой, где ветер гуляет, сверху, чтобы дождь не шел. Очень-очень любопытно. Набережные какие-то такие интересные с сооружениями и с функциями для инвалидов, которые они решают. Шемякина тоже в курсе, Петровская тоже в курсе. Они уже не первый год принимают участие в конкурсе, до сих пор такой проблемы не возникало. Ирина, вы слышите меня, да? Да, я поняла. Спасибо. Я уточнил Алексея Валентиновича? Ну, пожалуйста, да. А можно еще вопрос к Вере Викторовне по конкретике? Давайте, конечно. Про Парелли. Я правильно понимаю, что для колясок с детьми предполагается, что ребенка нужно обязательно вытащить и провести по рельсам только коляску, раз для человека не предусмотрено, сказали. Да, совершенно верно. Иначе это просто опасный элемент. А что, ребенок может вытащиться разве? Ну, то есть, если предполагается, допустим, что лежачий ребенок, да, не тот, который уже ногами может пойти, что он может выблиться из коляски при таком уклоне? Ну, во-первых, уклоны бывают очень разные, если посмотреть, особенно как в Москве в метро это сделано, да, то есть, мы просто на лестнице накидываем вот эти две рельсы и считаем, что сможем, ну, раньше считалось, да, то есть, что сможем переместить человека. Это не всегда удобно, и по поводу ребенка тут вопрос, если колеса, коляски не попадают или как-то с трудом идут вот по этим рельсам, да, по аппарелле, то у нас может возникнуть ситуация, когда идут толчки сильные и особенно, ну, там, опрокидывание может быть коляски. Вот если понаблюдать, как в метро люди справляются, как они, как их тянет вес коляски с ребенком, когда они особенно вниз передвигаются, то это, ну, прямо тогда понятно, почему нельзя, почему необходимо вытащить ребенка, а потом только передвигаться. Вот, если у кого еще есть вопросы задавайте, я хотела напомнить, что следующая лекция у нас будет в следующий понедельник и заключительно будет в среду, где примет участие главный архитектор города Азова, но там у нас будет круглый стол по вопросам, с которыми вы сталкиваетесь при работе над конкурсным заданием, поэтому, пожалуйста, готовьте вопросы, и в телеграм-канале тоже, пожалуйста, пишите, потому что там у нас достаточно оперативно отвечают, если есть чертежи в городе Азове по заданным вопросам. Мы рассылали учебное задание, где, собственно, было сказано, что там расписание лекции и следующая лекция будет 20 числа в понедельник. Я всех благодарю, кто дослушал до конца, надеюсь, всем было это полезно. Ждем вас в телеграм-канале с вопросами и на следующей лекции в понедельник. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. До свидания. Всем всего доброго. До свидания.